женщина, у которой погибла мать. Они очень простые, они думали, что это чеченцы, кстати, сначала. И они стали расследованы сами, я их просто попросил, я их немножко познакомил с адвокатом, я как-то подталкивал их, но чисто технически. Я считаю, что получился хороший фильм, потому что этот фильм об этих людях, а не о взрывах абстрактно, не о политическом событии, а о людях, которые попали в этот переплет, которые как-то пытаются из него выйти, им снятся какие-то кошмары, они пытаются справиться с этим. Они не могут понять вообще, что... Да, и в результате, да, ну, конечно, все равно есть политический аспект, разумеется. То есть каждый видит что-то свое. И то же самое я хотел, мы с Ольгой, потому что Ольга Конская, режиссер этого фильма, такой же, как я, мы хотели рассказать человеческую историю. И поговорить о роли нашей страны вот в Грузии и, кстати, на Кавказе в целом. Потому что когда Путин заявлял, значит, что мы правильно все делаем, он говорит, что это нужно смотреть в контексте нашей роли на Кавказе в целом, которая позитивная, конструктивная. И вообще без нас тут был ужас, кошмар, и все другое перерезали. Поэтому вот мы хотели бы смотреть, так это или не так. То есть вы хотели посмотреть, но почему же все-таки уроки русского? Ну, формально, на самом деле, был, конечно, такой вот импульс. Я вошел, если вы, может, помните, в дом. Причем я, кстати, когда это снимал и вставлял фильм, оставлял в монтаже, мне казалось, что меня могут даже обвинить в том, что это подстроено. Значит, сцена такая. Я вхожу в разрушенный дом, еще пахнет горемом, горе. Что-то еще дымится вообще. И вот в куче этой битой посуды, кирпича вижу тетрадку. Ученика пятого класса, горийская школа. И имя грузинского мальчика. Работа по русскому языку. И у меня чуть ли не слезы на глазах, понимаете? Вот, только что разбомбили. А мальчик учит русский. Причем учит русский не в советское время, знаете? Да. Когда, так сказать, была одна страна, русификация официальная. Сейчас можно учить и не учить. Для меня это был большой, так сказать, символ. И я сразу понял, что это одно из названий потенциальных. И вы знаете, никто не жалуется. Все верят, что я действительно вошел, увидел тетрадку, ничего не подстроил, не придумал. Выдумка такая, знаете? Режиссерская. Нет, нет, нет. Все так и было. И я-то думал, думал, ну почему именно уроки русского? А здесь какая-то... Ну, естественно, параллель. Уроки... С одной стороны и с другой стороны. Ну, пока, так сказать, наказали, да, ученика, либо как бы младшего брата, да, в кавычках, наказали и показали ему место, да? Что оно не в НАТО, там, не в Евросоюзе, а здесь. То есть уроки русского во многих смыслах, в том числе и, так сказать, в таком трагическом смысле. Хорошо, Андрей, а вот, знаете, а как приняли это, восприняли этот фильм ваши друзья, товарищи вот именно в России? Ведь, по-моему, этот фильм полностью опроверг ту информацию, которая давалась российскими СМИ об этих событиях в Грузии. Да, ну, надо сказать, что, конечно, мало людей его посмотрело в России, мы показали, я показал его три раза всего, и каждый раз в очень небольшом помещении. Кстати, в городе Томске, в котором у меня есть друзья, я просто решил проэкспериментировать. Вот не в Питере, в Москве, но в Сахаровском центре, знаете, ну, когда приходят, в общем, свои люди, да, в Питере, не в мемориале в этот раз, а в такой есть международный университет, тоже вроде общественный мемориал, вот. А в Томске, где, в общем, был совершенно свободный вход и был больше залов, там был театр. И, ну, меня поразила реакция, конечно, что большинство из пришедших, в каждом из этих случаев, в общем-то, реагировали, ну, потрясением. У людей было потрясение. То есть они были, может быть, процентов пять, да, которые заранее знали, что все это неправда, как бы пришли уже с промытыми, так сказать, мозгами. Просто еще раз убедиться и уличить, да? Да, 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 и не были готовы, так сказать, обсуждать все спокойно. Вот, но большинство было, во-первых, потрясено, во-вторых, что-то они просто не знали. Вот у нас говорят, да, интернет, интернет, интернет во все и свободен. Казалось бы, пожалуйста, идите, смотрите, там, и были тексты грузинские, были переводные тексты, многие по-английски читают. Элементарных фактов, не знаю, люди, да, которые, в общем, интеллигентные, даже журналисты. Что-то произошло вот с этой войной. Узнавать было можно, но настолько вот эта вот волна, ну, надо сказать честно, пропаганда, да, в России захлестнула мозги, психологически, да, даже не интеллектуально. И мне кажется, что это связано, увы, с таким полусознательным, ну, не шовинизмом, что ли, а все-таки предрассудком. Понимаете, вот когда, у меня такая теория, вот я когда-то посмотрел, это не первый фильм, как бы, как говорят, ну, критический, да, диссидентский. Я сделал фильм о Литвиненко, который тоже прозвучал до этого фильма «О взрывов домов», там были фильмы о Чечне и так далее. Но это первый фильм, который говорил о конфликте с другой страной, с другой, в общем, нацией, да. И я понял, что вот даже несмотря на какую-то цензуру и, в общем, авторитарный режим и даже опасность критики властей сегодня, люди способны, как бы, обвинить тогда, когда задействованы свои интересы. Вот если, там, нас лишают льгот, да, особенно, когда деньги сразу, люди мгновенно реагируют. Это, это, они уже никого не боятся. Это мой карман, это последний, да. Последний рубеж, да. Но даже вот права какие-то еще находятся. Но когда несправедливость по отношению к другим, к чужим, вот тут почему-то мы, так сказать, очень многое прощаем своим властям и даже верим в их версию. Вот, к сожалению, я должен констатировать это. Вы говорили, в трех местах фильм демонстрировался в России. То есть, посмотрело ограниченное количество людей, да? Но власть же, наверное, знала о том, что этот фильм снят, что он монтируется, что там показали, в Петербурге, в Томске, еще где-то. Каковы были их отношения? Ну, знаете, мне трудно судить. Я так замечал кое-где, что следили за мной, были там некие авто, которые появлялись потом. В Томске мои друзья сказали точно совершенно, что это местная, местная служба, так сказать, известная, да. У нас преемник КГБ. Потому что они такие же устраивали мероприятия. Там Каспаров приезжал, да. Как бы это было в таком контексте, мой приезд. И те же машины, те же марки, чуть ли не те же товарищи, они, так сказать, нас держали под контролем. Подпасывали, да. Поэтому, конечно, я убежден, что они знают об этом. Более того, да, был случай. Мы еще показали в фильме, в таком вот, кстати сказать, все фильмы, все показы до сих пор, это при всем уважении к публике, да, это не совсем готовая версия. То есть мы просто, нам важно было показать раньше, что были вот эти комиссии европейские. Да, да, да. Да, я не хотел ждать. И это правильно, да. Сейчас мы делаем версию на кинопленке, которая поедет в Америку, да, уже совершенно профессионально, как в кино. Вот. Но еще вот очень-очень ранняя версия была показана за день до публикации вот этой комиссии Тальявини Евросоюза по итогам расследования этой войны. И в парламенте, в Европарламенте, в Брюсселе показали. Было много народу тоже. Этот фильм, да? Да, 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 этот фильм, да. И на следующий день организаторы этого показа, люди высокопоставленные в Евросоюзе, получают письмо от посла России, постоянного представителя в Евросоюзе, официального, да? Официальное письмо на бланке. Чижов такой. Он, кстати, выступал во время войны много, комментировал из Брюсселя. Вот. И он говорит, значит, вы показали совершенно, значит, предвзятый, не объективный фильм. Как-то очень даже так грубовато, да? И к письму прикладывается. Значит, я бросаю вам вызов, там по-английски пишется challenge, я вызываю вас показать правдивый фильм об этой войне. И прилагается DVD, диск. Это радио, телекомпания Russia Today, значит, известная государственная, значит, как бы, ну, как у нас раньше был «Голос Москвы», вот такое все такое. На заграницу, российская официальная версия, да? И фильм прилагается. Вот покажите. Типа, не боитесь тебе показать правду, не наша версия, а правду. И, да, и, кстати, мне она прислала копию организатора этого. Этого фильма, да? Что это за фильм? Russia Today. Я его не смотрел, но...